Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко. Изначально прошу прощения за мой голос, я немного простыл, но все-таки видеоролик решил снимать, чтобы не делать длительных перерывов. Поэтому, если вдруг вам это не нравится, ну можете пропустить. А сегодня мы поговорим о смартфоне от Samsung, Samsung M21. Не так давно я записывал видеоролик о первом впечатлении, и сейчас я этим смартфоном попользовался как основным. Установил сюда свою вторую сим-карту и использовал его для повседневных целей, для звонков, для всех стандартных задач, которыми я пользуюсь, которыми я использую, например, свой основной смартфон Poco X3. Так вот, если вам интересно мое мнение, полный подробный обзор, опыт использования, все плюсы и минусы этого смартфона, можете посмотреть данный видеоролик, он может быть вам интересен. И да, хочу заранее сказать, что так как это будет мой личный опыт использования, полный подробный обзор, это будет достаточно длинный видеоролик. Поэтому, опять-таки, если вы любите рекламные видеоролики по 5 минут, где вам будут перечислять технические характеристики и показывать красивые планы, это видео не для вас. Можете его смело пропускать и искать рекламные видеоролики. А если же нет, если вам интересно узнать более подробно о Samsung M31, усаживайтесь поудобнее. Мы с вами сегодня разберемся более подробно, и я расскажу, что в нем хорошего, что в нем плохого, и свой опыт использования. И да, не так давно я использовал смартфон Samsung M51 в качестве основного, поэтому некоторые аналогии буду проводить Samsung M51, ну и в целом с линейкой серии M. Смартфон поставляется в такой вот упаковке. Здесь же надпись бренда, изображение самого смартфона и модель M21. На боковых гранях только надпись модели Samsung Galaxy M21. На упаковке больше полезной информации нет. Смотрим комплект. В конверте находится гарантийный эталон инструкции и документы, которые сейчас нам не нужны. Здесь же сам смартфон, к которому мы вернемся немного позже. Также в комплекте есть зарядное устройство. Это быстрое зарядное устройство с мощностью 15 Вт. Максимальная мощность 15 Вт. Ну, может работать и в стандартном режиме 5 Вольт 2 Ампера 10 Ватт. USB Type-C кабель. Это обычный стандартный USB типа А, USB-C. Ну и скрепка для изъятия SIM-глотка. И это весь комплект. Больше ничего дополнительно нет. Никаких защитных пленок, защитных стекол и чехлов нет. Ну и за время использования, а это где-то около трех недель, никакого защитного стекла или пленки я не устанавливал, но взял вот такой защитный чехол. Самый обычный, самый простой. Такие же, как Xiaomi, Realme и другими китайскими смартфонами идут в комплекте. Здесь пришлось покупать отдельно. Корпус и материалы. Смартфон полностью выполнен из пластика. И это глянцевый пластик, который очень маркий, очень хорошо замазывается, залапывается. Как вы видите, остаются отпечатки, много грязи и мусора. На нем очень хорошо будет видно. И вот поэтому я использую вот такой вот обычный простой силиконовый чехол. И судя по опыту использования Samsung M51, там примерно такой же глянцевый пластик. И в нем спустя 7 дней уже появились первые царапины. 7 дней бережного использования. Этот смартфон я так долго не испытывал и приобрел вот такой вот силиконовый обычный чехол. А вот по поводу фронтальной части ничего плохого не скажешь, потому что за это время использования без стекла и защитной пленки оно выглядит просто замечательно и практически без изъянов. Здесь все-таки есть покрытие, палец очень хорошо скользит, олеофомное покрытие присутствует, оно приятное. И царапин пока еще здесь я не наблюдаю. Но если покупаете себе смартфон на длительное время, то лучше всего как-нибудь защитить дисплей стеклом или пленкой. По особенностям корпуса, сканер отпечатка пальцев находится на задней поверхности. Он практически не прощупывается, чтобы очень хорошо прощупывалось, лучше использовать чехол. Вот в таком вот, к примеру, чехле уже смотрится неплохо и ощущается удобно. Камера, модуль камер не выступает, практически никакого выступа нет. И обычный простой силиконовый чехол полностью защищает как и камеру, так и бортиками защищает сам дисплей, что очень и очень хорошо. Ну а на фронтальной части каплевидный вырез и довольно-таки небольшие, не широкие рамки, ну наверное за исключением нижнего подбородка. Смотрится неплохо. Смартфон поставляется в трех расцветках, это черный, синий и зеленый. На экране вы перед собой видите черный цвет, черную расцветку смартфона. Ну и хочу сказать по поводу габаритов, то что смартфон, да, он в целом не маленький, но учитывая, что здесь большая, емкая батарея в 6000 мАч, то он не такой уж и большой кажется. В руке лежит неплохо, эргономика мне нравится. Ну и небольшое сравнение с Poco X3, здесь батарея в 6000 мАч, здесь батарея в 5000 мАч. Но здесь немного больше дисплей, ну и посмотрите на габариты. Poco X3 значительно выше, и выше он практически на палец, и он шире. А вот по толщине, посмотрите, по толщине я не скажу, что Samsung толще, может быть даже Poco X3 немного и толще. То есть габариты и эргономика Samsung M21 полный порядок. Порты и разъемы. И здесь есть все самое нужное и необходимое. На нижней грани расположен 3-5 мм джек для подключения наушников, Type-C разъем, микрофон, динамик. На правой грани расположена кнопка питания, немного выше качелька регулировки громкости. На верхней грани расположен дополнительный микрофон для шумоподавления. И на левой грани расположен SIM-лоток, и это полноценный SIM-лоток, в который можно установить одновременно и две SIM-карты, и карту памяти microSD. Смартфон поставляется в вариации по памяти 64 гигабайта, и карта памяти microSD поддерживается до 512 гигабайт. То есть таким образом можно установить максимальный объем памяти, который будет недоступен даже флагманским моделям. Дисплей. И здесь установлен AMOLED дисплей с диагональю 6,4 дюйма с разрешением Full HD+. И это хороший, качественный, яркий, насыщенный, классный дисплей. Вот если сравнивать, я недавно использовал Samsung M51, и сейчас использую Samsung M21. Так вот, M21 практически ничем не уступает M51. Это практически тот же дисплей. Ну, буквально на некоторых там 5% может быть он и хуже, но минимально отличается. А цена отличается практически в два раза. То есть здесь достаточно-таки неплохой дисплей. Ну и плюс, учитывая то, что смартфон считается как бы бюджетным, здесь и AMOLED дисплей, и Full HD разрешение. Ну и сама матрица точно так же просто замечательно. Ну, во-первых, если близко рассматривать, никакой пикселизации заметно не будет. Углы обзора очень-очень достойные. Даже под экстремальными углами все очень хорошо видно. Читается прекрасно. Инверсии по цвету, по яркости практически нет. Все тоже хочу сказать и по яркости. Вот давайте посмотрим. Сейчас где-то 55% яркость установлена. И на данный момент в этом помещении, в достаточно-таки ярком помещении, этого более чем достаточно. Хотя большинство смартфонов, вот тех же Xiaomi, Realme, порог яркости устанавливают где-то от 70 до 80. То есть здесь запас есть. Давайте посмотрим на максимальный порог яркости. Вот на темном фоне. И давайте включим белый фон. Ну, как видите, здесь есть даже небольшой засвет. Камера подстраивается, но в итоге очень и очень достойный запас по яркости. И также хочу сказать, что если использовать смартфон на улице в облачную, в пасмурную погоду, абсолютно никаких проблем нет. Картинка просто отличнейшая, замечательная, не хуже, чем в помещении. Если это будет солнце, конечно, немного дисплей начинает выцветать. Но все же вполне достойная картинка и отличная читаемость самого дисплея. То есть здесь однозначно плюс. Ну и по датчику освещения никаких проблем и вопросов нет. Работает он сейчас вполне адекватно. Если вам что-то не нравится, немножко можете подправить сами. Дальше он будет работать отлично. В особенности он хорошо заработал после последних обновлений. То есть использовать можно, работает прекрасно просто. Ну и так как это AMOLED дисплей, то здесь есть и свои недостатки. Естественно, здесь присутствует шим. Конечно же, Samsung работает с этим. И если сравнивать смартфоны, которые были еще два года назад, то здесь явно видно очень большой прогресс. И если присматриваться, то шим на максимальных уровнях яркости, он будет незаметен. Ну, глазу он вовсе незаметен. Камера сможет его увидеть только если яркость снижать ниже 30%. То есть вот как вы видите, где-то установлен около 30% порог яркости. И мы видим небольшие полосы идут по дисплею. Если яркость будем еще больше снижать, то мы увидим еще больше шим, мерцания и полосы. Как видите, вот здесь они присутствуют. Но стоит поднять яркость хотя бы до 50%. В большинстве случаев это комфортная яркость. И его практически незаметно, и он не мешает. Ну, первое, что хочу сказать, опять-таки, это чисто субъективное мнение. И у каждого по-разному проявляется шим. Кому-то он мешает, кому-то абсолютно не мешает. И все равно никак на это не реагирует по себе. Хочу сказать, я использовал смартфон как в помещении в дневное время, так и в помещении в вечернее время, на улице. И очень часто старался использовать смартфон в полной темноте, перед сном, когда выкручивал яркость на минимум где-то около 5%. Когда практически ничего не видно, видно очень хорошо, только в полной темноте. И, знаете, я никакой разницы не ощущал. Ну, возможно, мне шим никак не мешает, но это все индивидуально. Я перед этим пользовался AMOLED дисплеями, никакого дискомфорта не ощущал. Потом перешел на IPS и использовал это опять AMOLED дисплей в M51 и в M21. И проблем никаких с этим не было. Ну и в настройках дисплея присутствует возможность выбрать темной темы. Кому что больше нравится, ну и плюс с темной темой и AMOLED дисплеем вы добавите еще автономности. Кстати, не такой уж и маленькой в этом смартфоне. Здесь есть фильтр синего цвета, можно включать как ночной режим для сбережения вашего зрения и настройки дисплея по цветам. Насыщенные естественные цвета, баланс белого, теплый, холодный или же более тонкая подробная настройка по цветам. Ну и также, знаете, что меня здесь удивило? А то, что это бюджетный смартфон и здесь есть Always On Display. А как мы помним, в линейке A в бюджетных смартфонах Always On Display нет. Там Always On Display начинался там с Samsung A50, A50S, A51, а в более младших моделях этого не было. Здесь, пожалуйста, линейка M21 серия, то есть с двойки начинается. Пожалуйста, есть Always On Display. Он есть. Здесь можно выбрать, во-первых, изначально какой он будет. По цвету можно выбрать, можно свои рисунки установить, можно GIF-анимацию установить. И вовсе есть здесь свой магазин, с помощью которого вы можете добавить множество других тем под Always On Display. Я использую стандартную, мне этого достаточно. Информативность просто замечательная. Это время, день недели, число, то есть полная дата. Здесь же у нас будут выводиться еще уведомления пропущенные или которые вы не прочитали, и заряд батареи. То есть все самое нужное здесь есть. Расход здесь будет небольшой, но и вы можете установить, показывать по графику. Самый оптимальный вариант, чтобы показывался с утра и до вечера, чтобы ночью не показывал, так как бессмысленно это. Или же еще более оптимально и коснуться для отображения. Отображается только в течение 10 секунд. Вот так не отображается, прикасаемся. Он отображается и через 10 секунд он гаснет. Железо и производительность. В смартфоне установлен процессор собственного производства Samsung. Это Exynos 9611. Это восьмиядерный процессор, который изготовлен по 10-нанометровому техпроцессу. В паре он работает с графическим ускорителем Mali-G72. Ну и вариант по памяти 4 гигабайта оперативной памяти LPDDR4X, а также 64 гигабайта постоянной памяти стандарта UFS 2.1. Да, это скоростная память. Данный процессор мы очень хорошо знаем по предыдущим моделям, таким как Samsung A51, A50s, M31, M31s и сейчас M21. И еще это полный аналог процессоров от Snapdragon 660, 662, 665. То есть прошлогодние линейки смартфонов Redmi Note 8 и в этом году это Poco M3. Если говорить о производительности и синтетических тестах, то это в среднем от 180 до 190 тысяч баллов в Antutu. В целом это неплохая производительность для всех бытовых задач. Ну, например, для соцсети, для просмотра видеороликов, для просмотра фильмов, для прослушивания музыки, мессенджеры, звонки, смс. Для этого смартфона будет более чем достаточно. Единственное, где он немножко будет просаживаться, так это игры. И да, я, конечно же, использовал смартфон как в обычных бытовых задачах. Использовал чаще всего в Инстаграме, использовал в Ютуб, просмотр видеороликов в том же Ютубе, иногда просмотр фильмов, звонки, смс. Да, я использовал его как второй смартфон. Здесь установлена и моя сим-карта. И в большинстве случаев он проявляет себя просто отлично. Но если же говорить о играх и таких самых распространенных и тяжелых игрок, как World of Tanks, PUBG Mobile, Call of Duty, No Limits, здесь иногда ему приходится тяжело. Тяжело ему приходится, ну, например, тех же World of Tanks, можно установить высокие настройки графики, но небольшие просадки случаются до 40-50 FPS. Для того, чтобы получить максимальный FPS, лучше установить средние настройки графики. PUBG Mobile это точно так же средние настройки графики для максимальной производительности. Call of Duty и Need for Speed No Limits там можно даже немножко выше. Ну, а такие игры, как Brawl Stars, там, например, Among Us, там проблем никаких нет. Работает все отлично и хорошо. Ну, и давайте посмотрим на скриншоты с бенчмарков. К примеру, приложение Androbench на скорость считывания и записи с памяти в очередной раз доказывает, что это скоростная память UFS 2.1. И в Geekbench 335 сингл-кор и 1189 в мульти-кор. И график троттлинг-теста. Спустя 30 минут полной нагрузки смартфон начал троттлить всего-навсего на 19%. Это показатель хороший, учитывая, что здесь и не такая уж высокая производительность. Ну, а вот по нагреву хочу сказать, что смартфон удалось разогреть до 41 градуса. Но это нужно было постараться. Постараться его разогреть в играх и постараться разогреть его в CPU троттлинг-тесте. Ну, вот таким вот тестами. А так, в среднем, он греется до 38-39 градусов при длительных тяжелых играх. Программное обеспечение и Android. И здесь смартфон меня очень сильно удивил. И очень сильно удивил приятно. Это классно, потому что смартфон из коробки поставляется на 10-й версии Android и One UI 2.5. Но после использования, буквально 2 или 3 дня я его использовал, пришло обновление на Android 11 и версию One UI 3.0. На данный момент сейчас стоит свежая версия Android и свежая версия One UI. И хочу обратить ваше внимание, что Samsung M51, модель старше и дороже практически в 2 раза, имеет до сих пор на борту 10-ю версию Android и One UI 2.5. В M21 здесь намного все интересней и приятней. Ну и по поводу оболочки. Работает неплохо, стабильно, быстро. Даже учитывая то, что здесь невысокая производительность процессора, все бытовые задачи, работа с оболочкой, работа с настройками проблем никаких не вызывает. Работает быстро, шустро и хорошо. Связь. В смартфоне установлены все самые распространенные 3G, 4G LTE частоты. Проблем по приему сети не было. Он работает на уровне остальных смартфонов. Работает хорошо, стабильно. Может быть не лучший прием, но и не хуже, например, моего основного смартфона Poco X3. Может быть такого же уровня, а иногда даже, я бы сказал, наверное, лучше. По Wi-Fi. Wi-Fi здесь двухстандартный 2.4 и 5 ГГц. Кстати, бюджетный смартфон, еще раз напоминаю, бюджетная линейка. 2.4 и 5 ГГц. Очень хорошо, стабильно ловит, проблем никаких нет. Bluetooth здесь версии 5.0 установленный. GPS GLONASS BYDOO работает отлично. Спутники находит быстро, точность показывает 1-2 метра, что в принципе неплохо. Даже я бы сказал хорошо. Ну и здесь все-таки есть NFC. Очень приятно, потому что можно добавлять ваши карты и использовать смартфон для бесконтактной оплаты, для бесконтактных платежей. То есть, Google Pay, G-Pay поддерживается, а это очень удобно. Камеры. В смартфоне установлено три модуля камеры. Основной на 48 Мп, широкоугольный модуль на 8 Мп и портретный 5 Мп модуль. Не хватает из трендовых, это 2 или 5 Мп макромодуля. Ну и да ладно, он не так уж и нужен, хотя вместо портретного модуля можно было установить и макромодуль. Ну и тот, и тот, он используется редко, если вовсе кем-то, зачем-то он используется. Основной 48 Мп модуль неплохой. Давайте не будем забывать, что это бюджетный смартфон. И со стороны бюджетного смартфона это просто отличная камера, и здесь никаких претензий нет. Ну, опять-таки, если же сравнивать с тем же смартфоном Samsung M51, но еще расскажу, что он практически в два раза дороже, то там, конечно же, камера лучше, и разница заметна. Заметна разница в основном при использовании смартфона в плохом освещении, с ночным режимом в особенности. Но при дневном освещении вполне отличные снимки получаются у данного смартфона. 8 Мп широкоугольный модуль, да, разрешение не столь высокое, хотелось бы иметь от 12 и выше, но в целом кадр отснять можно, и получить нужный материал можно, но пускай не в лучшем качестве. Ну и также в камере есть базовые фишки, искусственный интеллект, HDR, который работает в автоматическом режиме, и портретный режим. Все примеры фотографий с основной камеры широкоугольного модуля и фронтальной камеры в разных режимах вы можете видеть у себя на экране, ну и оценивать качество фотографий. А также я добавляю примеры записи видео с разных камер и в разном разрешении, чтобы вы могли оценить также и качество записи видеороликов. Теперь давайте посмотрим на интерфейс камеры. При запуске камеры включается в режиме фотографии. Здесь же у нас стандартный модуль и широкоугольный модуль. В стандартном модуле есть быстрое переключение 2x, zoom, 4x и 10x. Если 2x еще можно использовать, потому что может быть здесь используется разрешение как раз 48 мегапикселей, то разрешение больше чем 2x или 4x, в том числе и даже 10, я бы не рекомендовал. В право и влево у нас идут режимы фотография, живой фокус, то бишь портретный режим с размытием заднего плана, можно изменять размытие заднего плана, видеозапись, есть режим ночь и есть еще, где расположены режимы съемки. Плюс ко всему это все можно настроить и вынести в панель быстрого запуска. Если вы заметили, то переключение между режимами и где производительности может не хватать, так это вот, посмотрите в камере. Во-первых, иногда задумывается смартфон работать не столь быстро при переключении между режимами, а также если вы используете живой фокус или портретный режим, иногда смартфон задумывается, пока он сделает фотографию, сохранит ее и при переключении режимов, как вы видите, не все так быстро происходит. А также здесь напоминаю, что есть размер 48 мегапикселей, работает он только в режиме фото, спрятан вот здесь в формате кадра 3х4 48 мегапикселей. Использовать его рекомендую только тогда, когда вам нужен максимальное разрешение, максимальное приближение, потому что, ну, во-первых, сохраняется, посмотрите, значительно дольше, смотрите, буквально где-то около 3 секунд занимает сохранение фотографии в 48 мегапиксельном разрешении. А во-вторых, объем по памяти раза в 3 больше, чем обычная 12 мегапиксельная фотография, поэтому рекомендую не заморачиваться с этим. Ну и 48 мегапикселей лучше всего снимать только при хорошем дневном освещении. И также в настройках очень понравился вариант снимки в Have. Что такое Have? Это сжатый формат, который сохраняет то же качество, как и JPEG, только занимает место в 2, в 2,5 раза меньше. Это формат по аналогии, как используют Apple iPhone. Точно так же фотографии занимают места мало, но по качеству не уступают JPEG. Поэтому данный формат можно использовать, но будьте внимательны. Допустим, старые смартфоны, очень старые и древние смартфоны, может не поддерживать этот формат. И если вы сбрасываете все фотографии на ПК, придется установить дополнительный кодек или плагин, для того, чтобы воспроизводились или нормально открывались, отображались снимки в формате Have. Ну и по поводу видеозаписи. Здесь точно так же очень приятно меня Samsung удивил. Ну, во-первых, то, что это бюджетники, здесь присутствует стабилизация в видео. Это в действительности круто, хорошо и приятно. Ну и плюс ко всему, смотрите, разрешение 4K присутствует 30 кадров в секунду. Это тоже очень хорошо, но есть нюанс в том, что здесь есть небольшое ограничение. Ограничение в 10 минут. Ну и стабилизация работает только в Full HD 30 FPS, в 4K стабилизация не работает. Поэтому, ну как бы формально 4K есть, но оно, можно сказать, наполовину рабочее. Только 10 минут и только без стабилизации. Ну и при Full HD можно снимать и на широкоугольный модуль, и на стандартный модуль. А вот при 4K можно снимать только на основной модуль. Если выбираем 4K, возможности переключения на широкоугольный модуль у нас нет. Ну и если включаем дополнительную или суперстабилизацию, то режим переключается, как вы видите, по умолчанию установлен в Full HD. И при режиме суперстабилизации точно так же переключиться на широкоугольный модуль камеры нет. Хотя в обычном режиме стабилизации и широкоугольный, и основной модуль работает. Ну и опять-таки по поводу 4K хочу сказать, до обновления проблемы с фокусом там были. На сейчас, после обновления, проблем с фокусом практически нет. Иногда он может застрять и задуматься, но зачастую работает хорошо. А вот в Full HD практически всегда все отлично работало, как и до обновления, так и после. Ну и помимо основного модуля есть еще и фронтальный модуль. Фронтальная камера – это 20-мегапиксельный модуль, который может работать в стандартном режиме, вот такой вот, и широкоугольный режим. Я рекомендую использовать широкоугольный режим. Модуль здесь один, но изначально программу на Samsung сделали вот так. Широкоугольный режим рекомендую использовать, потому что это в большинстве случаев, как в других остальных смартфонах, обычный стандартный режим. Точно так же здесь есть возможность использовать живой фокус в обычном и широкоугольном режиме, и есть искусственный интеллект, а также HDR. Причем, смотрите, HDR и портретный режим могут работать одновременно. Звук. По поводу звучания через внешний динамик. Динамик здесь один, расположен на нижней грани, вот здесь. По громкости это неплохой громкий, средний по качеству динамик и по звуку. Как по мне, немного не хватает низких частот, но в целом для большинства задач этого достаточно. Давайте я сейчас включу, вы сами, может быть, сможете понять, как звучит данный смартфон. Ну, настолько это возможно передать с помощью камеры и микрофона. Это максимальная громкость. Ну, и на максимальной громкости динамик не хрипит, не репит, работает адекватно. Ну, и также напоминаю, что здесь присутствует 3,5-миллиметровый разъем, в который вы можете подключать ваши любимые проводные наушники. Смартфон звучит в наушниках среднестатистически примерно так же, как и все его аналоги в этой ценовой категории. И сейчас мы подходим к самому интересному, к автономности. Это тот параметр, в котором данному смартфону нет равных и нет конкурентов. Здесь используется батарея емкостью 6000 мАч, и при этом смартфон очень и очень хорошо себя проявляет. Ну, почему? Ну, во-первых, да, самая емкая батарея, 6000 мАч в своей ценовой категории. И Super AMOLED дисплей, и вполне адекватное программное обеспечение. В итоге, давайте посмотрим на реальном примере, что мы можем иметь. Смотрите, на данный момент 35% заряда. Смартфон был заряжен с самого утра и используется до самого вечера. На сейчас, как вы видите, 9 часов работы дисплея. Это хороший показатель. И за это время смартфон использовался, посмотрите, активно. YouTube практически 3 часа, активно. Камера, но не так уж долго. Телеграм, Инстаграм, Твиттер, Кикбенч, Антуту, Samsung браузер, интернет браузер, немного PUBG Mobile, немного World of Tanks, Google Chrome. Ну, то есть, это в большинстве случаев, смотрите, стандартное использование, где присутствует множество приложений и немного игр. Да, игр здесь немного было, но где-то минут на 40 всех игр здесь набирается. И в итоге мы получаем 9 часов. Если учитывать, что здесь 35%, то как минимум еще 2-3 часа работы дисплея мы сможем получить. Соответственно, это где-то можно рассчитывать минимум на 12 часов работы дисплея. И это хороший показатель, но это не максимальный. Потому что бывало и намного больше, и намного меньше. Конечно же, если использовать только 4G сети, то будет немного меньше. Но в среднем получается от 10 до 14 часов работы дисплея. Но если в целом по работе от одного заряда, то это где-то от 2 до 3 дней активного использования. Ну, к примеру, опять-таки я покажу вот этот вот Poco X3, у которого и дисплей побольше, и эта IPS-матрица не такая уж экономная, и батарея здесь 5000 мАч. И я использую этот смартфон где-то 2 дня активно от одного заряда. То здесь вполне реально использовать смартфон и 3 дня активно. Вот, к примеру, еще одна статистика. Посмотрите, здесь 63% заряда остается. Он проработал чуть больше 5 часов, при этом он больше 3 часов работал с играми, тяжелыми играми, такими как World of Tanks, и 32 минуты в CPU троттлинг-тесте под постоянной нагрузкой. Это очень хороший результат. Ну, и сюда же как минимум можно добавить еще 5-6 часов, учитывая на то, что здесь будут тяжелые нагрузки. А если не тяжелые, то можно и больше. И вот еще два интересных примера. 11 часов 20 минут работы дисплея, и 10% остается по заряду. Здесь очень много использовался YouTube, но и есть игры World of Tanks. И второй пример. 10 часов 28 минут, 21% заряда, то есть, соответственно, как минимум еще один час дисплея, а то и больше будет. И точно так же, примерно такие же показатели и по YouTube, и по играм World of Tanks. Соответственно, что мы видим по этой картине, что здесь отличнейшая автономность, но пускай даже она не лучшая. А если сравнивать Samsung M51, то, конечно же, мы видим, что M51 значительно выходит вперед, но здесь очень и очень достойная автономность. Ну, если вам интересно по разряду, по процентному соотношению, то, к примеру, YouTube за один час потребляет 4% при яркости 50-55%. Игры, тяжелые 3D-игры, разряжают смартфон за один час на 13% при том же пороге яркости. Ну и зарядное устройство. Как вы видели, в комплекте идет блок зарядного устройства на 15 Вт. Это быстрое зарядное устройство до 6000 мАч. Надо как-то еще заряжать. И желательно, чтобы это было не бесконечно долго. За первые 30 минут смартфон заряжается на 26%, за один час на 48% и полностью на 100% он заряжается за 2 часа 35 минут. Безопасность и способы разблокировки. Здесь есть два самых основных способа разблокировки. С помощью фронтальной камеры и с помощью сканера отпечатка пальцев. Я не зря сейчас специально надел чехол, потому что сканер отпечатка пальцев на голом корпусе практически не выделяется. И попасть по сканеру просто иногда нужна либо привычка, либо не всегда с первого раза это можешь сделать. Но с чехлом это значительно удобнее это делать. Ну, смотрите, работает отлично, никаких проблем нет. Во-первых, срабатывает быстро. Во-вторых, срабатывает точно. Ну и палец приловчишься, ложится туда, куда нужно. И очень хорошо, быстро срабатывает. Даже если палец немного грязный или влажный, проблем никаких нет. Ну и давайте посмотрим, как работает по лицу. Пробуждаем, смотрите, есть, быстро срабатывает. Пробуждаем, срабатывает. Сейчас специально отвернулся от смартфона и смотрю на него. Как вы видите, без проблем. Еще раз отвернулся, теперь смотрю. Отлично, здесь проблем никаких. Ну и одним из самых важных параметров является цена. Потому что какой бы он хороший, автономный, производительный или какой-нибудь особенный он ни был, если будет очень высокая цена, его мало кто будет покупать. Смартфон продается в версии 4.64. 4 гигабайта оперативной памяти. И на данный момент, начало марта 2021 года, это 210 долларов. Я скажу, много, мало, но по-своему интересно. Если посмотреть опять-таки на тот же Samsung, есть M31. За который придется доплатить 40 долларов, и вы получите немножко лучше камеру с небольшими дополнениями и вариант по памяти 6.128. Это за плюс 40 долларов. Хотя больше других преимуществ вы практически не получаете. Если смотреть аналоги у других производителей, то очень интересно и хорошо смотрится здесь Poco X3. В вариации 6.64 он стоит сейчас 200 долларов. В вариации 6.128 – 230. То есть интересный вариант, который практически по всем параметрам, кроме дисплей, который спорный под вопросом может быть, и естественно по автономности. Ну и Realme, например, Realme 6i с вариацией по памяти 6.128, там стоит всего-навсего 175 долларов. Но там есть свои минусы, хотя тоже очень хороший автономный смартфон. Ну и примерно в ту же стоимость Poco M3. 4.128 по памяти, те же самые 175 долларов. Но если взять автономность, то по автономности и по объему батареи в этой ценовой категории ему аналогов нет. Ну и выводы. Что хочется сказать по выводам? А то, что смартфоны от Samsung M серии меня снова приятно удивляют. Почему снова? Потому что я недавно использовал смартфон Samsung M51. И он меня точно так же приятно удивил. Очень хороший, интересный смартфон, который я использовал в роли личного основного смартфона. И он мне понравился. И точно так же хочу сказать и о Samsung M21. Хотя это бюджетный сегмент, но он по некоторым параметрам, или даже много по каким параметрам, не уступает Samsung M51, который дороже практически в два раза. Ну а здесь мы имеем отличную автономность, аналогов которой нет в своей ценовой категории, неплохую производительность и вполне прекрасную камеру за небольшие деньги. По данному видеоролику у меня в принципе все. Если у вас остались какие-либо замечания, пожелания или предложения, может быть вы являетесь владельцем данного смартфона, и ваш опыт использования будет интересен почитать в комментарии, как и мне, так и всем зрителям данного видеоролика. Всем, кому это видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и соцсети. Не забывайте о моем втором канале, там также входят интересные видеоролики. Делитесь этим видео с друзьями, знакомыми, близкими, так как те, кто выбирает себе такой вот смартфон, аналогичный или какой-либо другой автономный смартфон, данное видео может быть интересно и полезно. Ну и всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч!